Какой приятный вечер ныне в Уотер-Дипе! Strategic Simulations представляет Глаз Бихолдера, часть 3 Прошло некоторое время с тех пор, как вы победили Драна и его миньонов в храме, известном как Dark Moon. Ваша победа над Драном позволила горожанам этого великого города чувствовать себя в безопасности, окруженные друзьями и слушателями в местной таверне, вы рассказываете свою героическую историю всем присутствующим. Ничто не предвещало беды, но внезапно что-то странное появляется. Человек, которого вы никогда не видели, прежде входит и ищет... Привет, герои королевств! Мой хозяин хочет... Нуждается в вашей помощи в лесу. Вдалеке от города лежит древний город, известный как Миф-Дранор, которым повелевает могучий лич. Мой хозяин хочет желать вашей помощи во восстановлении города, но для этого нужно добыть древние артефакты от Лича. Согласны ли вы? Партия наших героев, конечно же, соглашается на этот квест и незнакомец, обладающий мистической силой, телепортирует вас отсюда в руины города. Вот такой незамысловатый сюжет. Глаз Бихолдера, партийная ролевая игра, основанная на второй редакции Подземелья и Драконов. Третья часть, третий том легендарной саги. Штурм Миф-Дранор. Сейчас мы подрубим музычку соответствующую. И будем создавать партию, потому что можно, конечно, тут засамонить героев из Дракмона, но не буду этого делать. Они у меня там, честно говоря, слабенькие получились. И здесь, да, это высокоуровневое приключение. Здесь я позволю себе замаксить некоторые статы. Генерим партию. Значит, все по классике. Четыре персонажа в партии. Первый у нас пойдет. Не все будет по классике, потому что будут некоторые изменения. У нас в ролях партийных. И первый заходит Хуман Человек. Наверное, это будет Паладин, вы не поверите. Законопослушный, добрый, может быть, только Паладин. Алаймент. И кто же это будет в нашей картинке? Да вот он, конечно же, вы все знаете его имя. Так, ролим кубики. Ну, напоминать я уже, наверное, не буду. Но ролить мы будем все-таки. То есть я все максить не буду, как знаете, как такое это. Ролим по ХП. То есть максимальное количество ХП, которое выбросит Паладин, вот это ему и будет способствовать, собственно, в приключениях. 70. Остальные параметры отвратительные просто. 63. Это маловато, слушай. Хотелось бы заролить. 70 было только что. Это я втыканул. Он на 10 уровне, он вообще под соточку. 82. Нормально. Нормально. Основные характеристики для Паладина каковы нам нужны? Нам нужна харизма. Ловкость, мудрость. Ему не нужна особо. То есть 1, 2, 3, 4, 3 могу снять. Сюда добавляю 3. Инта ему точно не нужна. 5 можно смело убрать. 1, 2, 3. Ну и силу мы замаксим просто на этот раз. Потому что приключения действительно высокоуровневые. Я хочу, чтобы бойцы передней линии имели максимальное преимущество. Да, сколько у меня там оставалось? Очков. Я что-то не могу посчитать. Ну, ловкость нужна, наверное. Конста и харизма нужна обязательно. 18 Паладину. 18. Конституция. 18. Ну, ловкость надо побольше. Потому что, что это такое? Из мудрости я убрать не могу. Будет немного неинтеллектуальный. Да. Зато ловкий будет. Вот так вот мы сделаем. Не буду я париться. Максимальная ловкость. Конституция и харизма у Паладина. Значит, сила влияет на урон и на попадание. Харизма у Паладина влияет. Ну, у него, в принципе, должна она быть высокая. Потому что Паладин – святой воин, который умеет еще общаться с людьми. Мудрость. Ему я вот не помню, нужна ли она ему для бонусов. Потому что Паладин еще может жреческие заклинания кастовать. Конституция ему нужна как файтеру. Сильная мудрость. Ну, наверное, возможно, она ему нужна. Чтобы он имел больше ячеек заклинаний. Не знаю. В мануале что-то я упустил этот момент. Окей. Это нас устраивает. Имя. Это же Петрович. Да. Петрович – лидер партии. Хуман Паладин. Впервые на канале Паладин у нас будет в ДНТ-шной игре. Кто нам нужен еще в партии? Нам нужен, конечно же, священник. Потому что Петрович, хоть он и святой воин, но он больше воин, чем священник. Нам нужен священник. И священником у нас на сей раз пойдет полуэльф. Полуэльф. Классов полуэльф здесь в этой редакции может иметь просто огромное множество. Один из самых интересных, кстати, это Рейнер. Рейнджер священник. Но священник все равно будет ограничен тем, что священники не пользуются колющим, режущим оружием. Вера не позволяет. Алаймент какой сделать? Ну, не знаю. Тут, наверное, нейтрально хорошего надо делать. Или истинно нейтрального. Петрович у меня, по-моему, постоянно был законопослушный. Мы сделаем нейтрально доброго. Да. Картинка. Красные волосы. Повязка с глаза снята. Это, конечно же, она. Это Солодненька. Так. Ролим. Ей хп побольше. 66. На одиннадцатом священник должен иметь... Ну, под 80 может иметь, наверное, если конста хорошая. 72. Пинта плохая. Видите, как кубики тут падают? А тут надо силы, надо всего, короче, ей. Ещё ролим. 33. 45. Господи. 65. 54. 79. Вот это неплохо, но ловкость очень слабенькая. Эм... 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 Давай ещё по ролим. Может, она 80 выбьет? 79. Пока что наивысшее значение было. И теперь вообще не падает ничего ей. Посмотрите. Теперь... 71 но и статы более-менее ладно модифицируем им то нужно получается ловко да тут все нужно не эти статы не подходят еще ролям 67 но я не могу пропустить такое хп но тут статы отвратительные просто у нее упали но я не могу конституция 16 максимально эффективная для священника харизма есть только не нужно наверное хотя в более поздних редакциях от харизмы зависит уровень изгнания мудрость конечно же 18 это основной параметр для священника это особо тоже и не нужна но мы сделаем 12 силы я и сделаю все-таки на всякий случай 18 и она не может здесь ролить силу больше с дробью но и ловкости побольше чтобы армар класс был хороший я просто 18 втаскиваю все такая то 12 харизма но 10 не очень харизматичный священник будет максимум а я могу хп еще меня до 85 таки оставим хп я не буду трогать чтобы быть ну хоть чуть-чуть честным окей сила хорошая сможет хоть кому-то мечом дать призванным до оставляем это солоденька она изменила расу она была эльфом теперь она полуэльф но потому что полуэльф может достичь более высокого уровня священника чем эльф чистый здесь в редакции здесь у твоего бихо дар прикольно это сделано солоденька пошла кто пойдет следующий партии очевидно нужен чародей очевидно пойдет наверное эльф уже эльф женщина маг что такое она не может быть злой а почему а потому что петрович законопослушно добрый паладин в этой игре наверное режет возможности брать в партию злых персонажей хаотично нейтральной придется быть чердейки выберем картинку вот это красивая но она эльф нужно вот это загадочная 23 хп господи тут надо реролить конечно же 38 23 15 26 можно все замаксить не париться вот это кстати неплохо in ta 14 харизма сюда давай это пойдет сила сразу 8 харизма есть только не нужна 16 15 14 13 12 пусть будет ловкости делаем 19 потому что все-таки эльф конституция 16 максимально эффективная мудрость сильно не нужно вот in ta нужно 18 мудрость 14 пусть будет может она как-то повлияет сила 8 можно вообще 6 сделать потому что сильно не это не нужна сила что еще сделать не знаю мудрость давать пятни ну тут вот так вот сделаем потому что я цифр забрал хорошо сила 6 нормально главное чтобы основной показатель был выше 16 это даст буста 10 процентов к получаемому опыту в этой игре кстати третий бихолдер делали не вест воду делали уже стратегик симуляшнс и вообще эта игра считаются худшей в серии куничкина так что придется немножко нам тут под запотеть я поэтому это высокоуровневое приключение я смотрел бестиаре я чуть-чуть даже попробовал я немного боюсь того что нам предстоит последний член партии вырывается незамедлительно этот варф и это мужчина и он считает что петрович и солоденько не справится с поставленной задачей быть на передней линии это конечно же знаменитейший герой королевств файтер вор хаотично нейтральный которого у которого забрали возможность быть злым ну шо поделаешь вот его лицо сразу его все узнали 10 10 у него уровне файтера вора хп 44 поскольку файтер если конституция будет у него мощная у него хп должно быть вообще за сотню 79 сила впервые падает посмотрите с дробью сила но эти параметры но не подходят просто под высокоуровневое приключение нам кабины поломают давай бросай кубики хп шуб 92 и какие какая сила падает ему господи еще реролим я уверен он сможет выбросить нужные нам статы но у него что-то с удачей что-то поломалась удача да потому что alignment его родной забрали сейчас мы закидаем 388 этого мало надо под 90 чтобы было нам нужен танк все-таки почему я не делаю мультиклассы у магов потому что я боюсь потому что я хочу чтобы у нас чердеи все-таки были полноценными паладин считайте полноценный воин но вор понадобится но по-любому понадобится вор ну хоть в этой игре я думаю он должен сыграть пятьдесят два семьдесят пять хп да что это за показатели 66 черная метка поставлена на нашем герое да это да дран драгон поставил на нем черную метку очень сила неплохая в 94 хп модифицирую потому что на манату рада раз два три 4 5 6 интеллект не нужен хотя вору нужен ладно там было 6 1 2 3 4 5 6 этого мало мудрость 1 2 3 4 1 2 3 4 но и все силу мы максимум 63 этого маловато 1800 пусть будет я хочу 99 вот получишь 99 00 получишь не нечего выпендриваться ловкость надо 8 на конституция 19 почему потому что дворф харизма не нужна вору ловкость нужна но ловкость у него выше 17 и не прыгнет кстати бы параметры не очень хорошая 17 максимум его все вот так пойдет на конституция зато мощная будет хорошо на уровне получать и по у него будет высокая но остальные параметры же оставляют желать лучшего вору нужен интеллект вроде бы был основной параметр конечно ловкость а у файтера основной параметр сила мудрости добавьте кричит но не по по голове получил от злобных гоблина в прошлой части все параметры кроме силы упали кто это это митя это митя как мы ему писали моего писали вот так а по партия сформирована выберите коробочки и можно начать игру начинаем игру чик где мы что это за место первым делом сохранить игру quick start party нам не нужно тут у нас своя партия у нас будет партия космик вот так вот игра сохранена вещи короткий меч у петровича почему-то митька получает короткий меч у петровича священный щит такми подожди это сюда что тут у нас булава плюс 1 давайте давайте постепенно во первых мне маппер надо переделать хорошо еще по оружию есть что-то оружие у нас нету клирический свиток магической стрелы клирический свиток фаербола бутылка хп 2 провианта у тебя мой классно что можно на паузе в инвентаре лазить у митки у нас приспособление чтобы вскрывать и ищет значит булаву наверно получается таки петрович солоденько сразу священный символ надо заклинаниями разобраться есть свиток заклинание излечить серьезные раны по броне скейл mail плюс 1 митя по броне чейн mail плюс 1 слабенько у петровича plate mail хорошо тут надо наверное поменять тут класс брони у тебя 0 митя у тебя класс брони единица ты все-таки будешь танковать так становится 2 не единица лучше видите ловкость у него слабенькая класс брони не будет у него хороший у кристины роба кинжал кинжал какой плюс 1 неплохо давайте сразу сделаем заклинаниями разберемся во первых заклинания куничкина арканная магия 4 уровня только доступна тебе на первом уровне magic missile наверное горящие руки пойдут следующий уровень blur detect invisible провод улучшенная идентификация это точно зайдет инвиз нам не нужен но мэлфа кислотная стрела не знаю посмотрим третий уровень диспл magic fireball fireball надо брать обязательно не диспл не нужен нам fireball нам нужен lighting bolt нам нужен хейст спешка я думаю еще один fireball можно взять вампирическое прикосновение не буду брать потому что то дачу радей должен на первой линии стоять тут по линиям еще кстати сделаны видоизменения прочитал мануале если я файтер или боец способный обращаться с алебардой стоит на второй линии он может даже из нее за сандалить ближнем бою следующий уровень страх айсторм страх айсторм наверное будем засылать ну давай один страх сделаем стена силы есть на пятом уровне это так мы не использовали это заклинание в прошлых частях и 6 уровень вообще нет заклинания 7 8 9 9 уровень у нас посмотрите будет доступен это высоко в уровне мое приключение здесь закончили теперь молимся надо выбрать персонажа который будет молиться это будет петрович паладин с 9 уровня имеет доступ к заклинаниям священника 2 ну давай петровички урлю легкие раны излечить получаешь потому что ну хотя бы из мади возьми один блес это лишним не будет следующий уровень ничего тебе не доступно резисты всякие может быть надо и было ему мудрость повышать но я хотел чтобы он был все-таки бойцом первой линии тут сильно он чаровать не будет здесь закончили следующие заклинания с уладенькой вот это очень важно так detect magic обязательно нам пойдет одно заклинание это идентифицировать магические предметы блесну легкое благословление тоже не помешает и остальное остальное в хилл надо мышку меня сейчас чик-чик вот так вот хорошо остальное в хилл мы вкладываем следующий уровень помощь огненный клинок то ты можешь с первой линии дать кому-то по голове до hold person спиритический молот вот это неплохо слушайте надо затестить давайте помощь резисты замедлить яд возможно пойдет hold person возможно пойдет резисты берем и все и тут закончили мы создать еду и воду пока что у нас есть еда знакомое заклинание до диспл magic у нее есть на третьем уровне magical westman только ее покрывает это резисты к магии защита от негативного плана тут возможно пойдет это заклинание prayer обязательно берем даже два защита от огня и снять параличный паралич обязательно придут даже наверное два даже наверно или защиту от огня не знаю снять паралич 2 пусть будет тут опасно потому что может быть блэст в армс вот это неплохое заклинание там магический щит вешается на партию который защищает от атак холодом природных причем прошу заметить излечение ну нанести серьезные раны излечить серьезные раны излечить точно одно понадобится free action свобода это если нас запутывать будут нейтрализовать яд обязательно причем 2 защита от зла в радиусе 10 фунтов реализовать яд получается один блэст в армс возможно пойдет потому что холодом будет пробивать это сильное заклинание следующее излечить серьезные раны flame strike воскресить мертвого кстати тут у нас неприятные новости для кристины эльфов нельзя вот этим заклинанием воскрешать потому что эльфы и так живут очень долго вот но там потом появится другое заклинание которым можно будет воскрешать тут надо следить очень сильно за виза партии рейс дед я не знаю убить живое сильное заклинание труссинг против невидимых flame strike наверное беру атакующий следующий уровень 6 harm hill вот hill есть hero is fist что это такое не знаю что это делает я не знаю вот этих заклинаний я таких не видел firestorm у него будет resurrection только на седьмом уровне когда будет солоненко она сможет воскрешать кристину всего лишь 7 уровней заклинаний у священника да ну 6 надо что-то добрать hill наверно кулак героев это возможно или что не знаю hill беру здоровой пусть лечит все здесь сделали теперь еще важный момент сохраняю игру еще раз и я маппер себе настрою маппер в дастбоксе настраивается вот таким вот способом сейчас мы это быстро организуем и вернемся в игру и тут машу надо быстрее сделать все я настроил маппер то есть переделал себе управление мы готовы в принципе можно отдохнуть нет говорят что здесь очень не хорошее место замечает митя для отдыха очень много монстров вокруг нас и мы не сможем комфортно отдыхать а что мы еще не сделаем мы еще подготовим карты которые митя любезно позычал у парня который нас заслал вот первая первая локация и нас тут будут встречать призраки призраки это ну ты как призраки это могильная пыль они называются опасные противники достаточно это хотелось бы честно говоря отдохнуть мы начинаем на вот этой позиции и здесь можно капитально заблудиться и нам нужно идти куда-то на позицию 2 наверное потом на позицию 3 потом на позицию 4 а потом на позицию 5 вот этим мы и займемся так что у нас тут деревья куча значит куда нам надо идти нам надо идти нам надо сражаться с призраками тут надо вы выделить петровича солодненько которая должна закастовать кое-что чтоб тут сразиться солодненько кастуй турнанды от у тебя нет ну да давай изгоняй их слышишь надо митю туда-сюда сейчас нам могут на накидать так митю петрович выбраны есть опция все атакуют отступить я промазал очень быстро игра действует а призраки уже налетают все атакуют так солодненько давай-ка изгоняй потому что им многовато они все убегают но мы можем этим воспользоваться им их проатаковать звуки из данжен хак просто ну и вообще пестиарий вам должен быть знаком если вы смотрели данжен хак на канале мы сражаемся с призраками мы не успели отдохнуть у меня нет заклинаний сейчас никаких то есть сейчас опасная боевая ситуация но митя неплохо топором и коротким мечом сражает призраков сейчас тут главное во время этого боя нет не заблудиться всех победили тут еще двое лупил лупи давай по ним она одна хотела атаковать слушайте они могут использовать эти это пыль может использовать заклинание чилинг точь очень неприятное заклинание солодненько щит в руку чтобы был класс брони побольше птички поют на нам не очень весело сейчас теперь давайте посмотрим петрович lay of hands может немножко залечить я хочу еще сделать показывать цифры вот так вот и где мы теперь надо понять потому что мы тут походили немного и куда мне надо идти мне надо идти с нашей позиции наверное на на север получается чтоб попасть в позицию 2 на начинаем движение там будет три дерева у нас остановитесь вы там говорят меня зовут флорин фалкон хэнд лидеры рыцарей миф дренора и мы здесь изучаем охотимся на всяких лутеров которые пытаются ограбить когда-то одни когда великий город воры будут все мы не будем толерантными с ворами на и кто должен отвечать непонятно петрович и митя двое отвечают можно я могу выбирать не могу петрович и митя вы мы ничего не украли мы здесь чтоб сражаться против зла или да мы герои из вот эрди по вырывается митя мы здесь и исследуем расследуем великое зло вот эрди по аду вы заслушайте далеко забрались из дома или министр говорил что группа героев издалека должна помочь очистить эти земли от зла ну мы как и вы мы тут ищем злом которое похоже в этих руинах его достаточно много возможно вы сможете вам у вас получится лучше будет удачи чем у нас с этим делом ну и пусть удача будет с вами герой ватердипа и у них тут партия тоже посмотрите лучник есть какой-то парень с палкой какой-то пилигрим священник очевидно ну и рыцарь возможно паладин ведет их партию окей тут затусовались мы теперь продвигаемся дальше надо дерево впереди это ориентир ориентиры главное не попутать говорит митя потому что еще призраки нападают на я думаю мы сможем с ними справиться игра очень быстро работает мне бы хотелось еще чуть-чуть уменьшить количество этих количество кадров что здесь у нас петрович говорит возможно эти деревья выглядят так что какие-то слабенькие они митя говорит слабенькие опа и топором просто дал по деревьям деревья можно рубить здесь и митя прорубает проход петрович дай булавой нельзя сейчас бить булавой потому что сзади призрак нападает надо протоковать призрака в первом делом петрович говорит что еще раз мы можем что-то прорубить призрака сразили но тут мы прорубили я не знаю правда куда мы попадем я надеюсь что мы попадем на позицию 2 и судя по всему так и происходит на позиции 2 лежат вещи которые нам понадобятся лук митя берет его себе далее стрелы поскольку рейнджеров партии нету тут у файтеру придется стрелять из лука митя берет стрелы стрелы плюс один сразу мы их опознаем это хорошо сколько вы их у нас 6 стрелы понадобятся в этой игре потому что будут ливинг маки далее chain mail вот это кристине на опознание еще и все но здесь место такое что можно отдохнуть на самом деле записать заклинание давайте попробуем здесь зарестить 4 часа тратим куничкина запоминает заклинание тут нам пишут что мы запоминаем кучу заклинаний музыку забыл включить кстати сейчас мы это сделаем 15 часов сейчас мы опа лост караван пойдет так ну и кристина ты можешь опознавать во время нет и не можешь во время отдыха опознавать ты не можешь шо у нас второй уровень и импровит идентификация как работает надо поместить предмет в руку чейн mail плюс 2 сразу митя получают у нас буст по защите класс защиты становится 0 солоденко если тебе вот этот чейн mail минус 1 у тебя становится слышишь неплохо митя вот этот 0 2 нет тут тут нужно тебе 0 делать петрович тебя минус 1 тебе лучше уже не сделать бы у тебя plate armor значит этот получается лишний солоденко будет запасной дальше кристина чем мы там еще подобрали лук еще подобрали а можно что-то проще сделать можно еще священническое заклинание использовать detect magic мы сразу будем видеть что магическое что не магическое лук как мы видим не магический щит магический щит плюс 2 плюс 1 петровичу можно кстати его выдать а тут щит у нас тут обычный щит хорошо магическая броня магическая броня магическая бутылка кинжал магический ты как знаешь он плюс 1 роба у тебя обычная петрович еще какие-то вещи свиток излечить серьезные раны ты можешь читать свитки или нет вот это вопрос наверное нет потому что тебя можем ты не хватит у тебя in the 8 ты не провалил заклинание у солоденька in the все-таки 12 пусть она читает свитки все все опознали щит давай петровичу выдадим место его священного символа но петрович не сможет кастовать заклинание зато защита у него уровень становится минус 3 тут замутили что еще то какой-то блэс надо оформить я думаю выдвигаться вперед что по музыке я включил включил все отлично куда дальше идем дальше идем наверное на север уже раскопаем могилы говорит митя солоденька говорит что ты просто разочарована этим здесь вообще никакого профита не получим только потревожим духов мертвых митя так что ты немного успокойся иначе получишь щитом по лбу просто ладно ладно говорит митя мы не будем ничего тревожить мертвых идем на север а надо ли нам на север ну тут деревья только и все больше тут ничего нету не нам на север не нужно нам нужно идти на юг сейчас и вот от этой отправной точки мы можем свернуть дерево ориентир свернуть еще вот так и мы пойдем на позицию сейчас покажу мы сейчас вот здесь мы пойдем на вот эту позицию 3 но тут куча деревьев их наверняка можно прорубить посмотрим что там нас ожидает потом мы пойдем откуда-то сюда и потом сюда на позицию 4 я надеюсь карта хорошо хватается я сто процентов качество поставил захвата но я хватаю экран только я не могу сориентироваться где и что и нападение происходит тут можно рубить говорят я вот не знаю качественно мы прорубим или нет но я слышу призраков их там просто целая куча говорить митя сейчас надо посторожиться удар давай лупим просто по толпе мы у нас тут есть пути отступления но они вылетают оттуда из этого леса большими пачками слушайте я бы даже заклинание какое-то защитное более при присобачил митя кстати топором неплохо наносит хорошо шоям силу замаксил у нас тут проблем тогда не будет с атакой надо бы этих призраков собрать митя получает на единицу класс и защита но это базовые противники тут нас не будет еще убивать да но они будут нас обходить эту сразили и вылетели здесь просто невероятнейшими толпами давай атакуем их может дать еще горящие руки а давай кристина опа сразу двух призраков кристина сразила этот готов тоже magic missile а сопротивляется магии мечами топорами разрубили где мы на север на север должны смотреть что-то я потерялся вот здесь мы прорубили здесь еще один призрак петровичу на 4 прописывает но партия сражается с ним и он готов петрович говорит что можно тут деревья прорубить мы петрович уже прорубили проход и я вижу какие-то еще ништяки невероятные кинжал сюда еще кинжал сюда еда митя будет тащить ведь а у тебя короткий меч плюс один топор у тебя плюс один хорошо сзади нападение невероятное вот этот призрак надо его сразить же очень плотный очень готовый так доспех обычный можем заметить не магический топор какой-то крутой сейчас мы будем опознавать их надеюсь эти вещи не не проклятые доспех 0 минус 1 очевидно что подожди он он магический его надо опознавать роба роба обычная судя по всему все тут еще что-то лежит еще еды куча просто булава какая-то можно будет кому-то дать по голове неплохо и бутылки хилла но это салатенко наверно будет их собирать по ушином хилинг хорошо и надо опознавать вещи во первых надо опознать наверное надо сохраниться это надо будет в этой игре дело чаще и 123 во вторых кристина будет сейчас опознавать вещи брейкамп но хватит ли у него заклинаний вот чем вопрос plate mail плюс один отлично митя сразу его напяливает и может передачей mail плюс 2 солуденькой у которой класс защиты становится минус 2 и получается у нас один лишний чем mail к вообще обычный и есть один магический скейл mail есть неплохо у солуденькой уже забитый инвентарь давай наведем в нем порядок хоть небольшой далее шо мы опознаем топор конечно же заклинание снять проклятие нужно приготовить снять проклятие снять проклятие cure flame strike slay living не вижу этого заклинания она должна быть нужно быть у священника нету можно не будет проклятых вещей в игре так как не будет что может быть но может быть паралич какой-то сделан нам resist fire magical west нет защита от негативного плана prayer protection for fun нету здесь снятие паралича диспал есть диспала может быть диспал не работает именно снять проклятие должно быть заклинание причем на четвертом уровне по моему если я не ошибаюсь ладно допустим но если арморы в руку берет то ничего страшного если вот оружие возьмет в руку то будет конечно же у нас неприятности идентифицировала еще этот опор обычный покажу этот опор плюс 2 по сравнению с тем что умеете топор плюс 1 конечно же он лучше во вторую руку можно брать только короткое оружие то есть короткий меч то есть два топора не получится взять две руки но этот топор не знаю кому петрович может тебя будете двое лесорубы у нас плюс 1 а так как сожалению не пони не показывается ногу топоров уровень урона побольше чем у булав и булава плюс 2 отлично у тебя была булава плюс 1 ну вот мы уже поднялись эту булаву можно отдать саладенко если придется вступать в схватку в какую-то давай сюда бутылки сюда далее что нам еще опознавать куча кинжалов надо опознавать на заклинание закончили что надо делать для этого надо отдыхать конечно же растим кучу часов в игре время не ограничено так что мы можем тут не париться сильно но и кристина начинает опознавать кинжалы это кинжал плюс 2 сразу за пояс это кинжал плюс 2 отличный кинжал и вот это ее родной кинжал плюс 1 начинает с кинжала плюс 2 кристина может метать кинжалы учитывая то что у нее ловкость хорошая класс барни у нее отличный так это роба у нас не было магическая правда сейчас мы еще раз это все посмотрим detect magic щит магический плюс 1 митя шо мы еще там подобрали plate mail плюс 1 лук обычный если ты захочешь стрелять chain mail плюс 1 да здесь мы закончили маиса есть но ты щит несешь в руке кстати она работает так минус 1 минус 2 работает даже если в передней руке несет щит хорошо и здесь обычная роба сильно не нужно можно выкинуть да пусть будет на всякий случай если кто-то захочет надеть ее куда мы идем теперь и где мы находимся показать уважаемым зрителям мы находимся вот здесь на позиции 3 сейчас нам нужно прорубить будет лес и прямо вот сюда и на позицию 4 пройти давайте мы все-таки за закастуем какие-то заклинания петрович говорит я хочу ну давай петрович все-таки с мышой меня с мышой какие-то проблемы запись то идет запись идет петрович очень не смешу я действительно какие-то при я новую мышку пил петрович блэс о по как медленно кастуется заклинание блэс по сравнению с заклинаниями солоденькой которая может закастовать защиту от негативного плана или снятия паралича или вот это заклинание блэс в армс которая защищает это так холодом мы идем на юг через дырку которую мы прорубили куча деревьев что кстати с деревьями ну на деревьях фрукты набрать их нельзя да или можно еды больше не становится шо по еде кстати мы еще не так сильно голодны мы идем на самый юг получается и сталкиваемся с призраками в очередной раз можно дать наверное горящие руки что-то не сработало заклинание кстати это сильный призрак какой-то они все должны отличаться парах по характеристикам тоже через кубик что можно проверить можно проверить здесь проход но тут ничего нету хорошо я думаю мы пойдем по краечку карты чтоб нигде не заблудиться это мы на самом юге мы и мы должны пропагаться вперед сквозь эти все могилы интересно если сделать злого персонажа можно будет раскопать эти могилы это непонятно говорит митя ну это будут тестить уже другие наша задача здесь пройти боевую игру фэнтезийную впереди однако лес и мы пройти тут не можем а если рубануть петрович говорит топор и хорошо делает свою работу да а по прорубили а по прорубили лес еще раз и еще раз прорубили лес а ну-ка давайте а тут мы не можем уже пройти то есть здесь я дошел до какой-то крайне точки мы сейчас судя по всему вот на вот этой позиции находимся теперь мы рубим один два три леса и выходим на позицию 4 который тоже ждет нас какое-то событие вперед моей лесорубой кричит солоденька петрович говорит я не для этого учился в школе паладинов чтобы рубить лес я щас тут лишнего леса не нарубил нам сюда надо рубить говорит митя петрович твоя школа паладинов не учит жизни надо потому что воин и вор должен уметь рубить палка магических снарядов палка фаерболов и серьезная заявка говорит кристина и шо еще остается еще остается позиция 6 где-то на севере еще остается у нас вот тут еще призраки которых надо уничтожить потому что это опыт все-таки лишний кстати засечем шоу нас по опыту давай петрович на тебя 64300 отлично до 750 получила но опыт должен делиться на партию наверное я хочу тут все осмотреть да тут еще куча призраков мы будем убивать многих существ этой игре и не застрял за деревом кстати серьезное нападение готовится думать защиты вроде бы висят от холода не знаю холода вот этот блэст в армс скорее защиты заклинали которая защищает от если бы снега волк какой-то был то он бы дал холодом природная так и петрович говорит тут еще можно прорубить тут выход следующую локу но нам надо сначала все исследовать кстати за этим выходом еще призраки мы сюда будем возвращаться насколько мне удалось изучить карты и теперь бы не хотелось бы знаете что сделать понять где мы находимся я понял где мы находимся теперь мы должны найти выход на следующую карту я вроде бы его нахожу но мне кажется что нет господи где мы тут дерево это ориентир я понял где мы очень тяжело здесь ориентироваться значит а дерево вниз раз два три четыре много ходов и куда-то сюда вот он проход надо его пометить как-то солоденько выложи скейл-мейл здесь это будет пометка пройдя сквозь леса вы проходите к великой гробнице которая лежит под шеи воинами в дренора древние что что древние тени там намелькают повсюду и тема но и достаточно страшно там и хотите ли вы зайти в этот мавзолей конечно же мы хотим зайти в этот мавзолей о папа и надо переключать карту и сохранить игру какие неприятные звуки здесь издаются говорит солоденько сохраняем игру на в это а потому что я перебил да и теперь так не смогу ладно там там один и шутки заканчиваются потому что мы переворачиваем страницу невероятной летописи это гробница воинов уровень 1 мы находимся на вот этой позиции вы можете узреть карту а почему заканчиваются шутки потому что здесь мы столкнемся с очень серьезными противниками это теневой меч это духи воинов которые были у них мало хитпоинтов но они имеют ability высасывать силу из наших персонажей и они сами по себе слабенькие но нам нужно оружие плюс 2 и лучше чтобы победить их поэтому тут по именно поэтому мы так долго тусовались лесу чтобы найти это оружие вот ну и против большой с мышью у меня секунду не на батарейках нормально это то есть но и избишь на я правда может порт уже расшатался подлакивает мышь серьезно сейчас вот эту кнопку прожмем как я буду шутеры писать а купил называется ладно против большой группы зайдет комбинация магии и ближних атак но это это все ерунда это так подготовка вот эти парни очень жесткие чудища андеды очень жесткие они иммунитет к огню имеют и очень мало дамага получают от оружия очень много у них здоровья и 20 процентов магического резиста у них есть и они наносят очень большой урон чтобы убить этих существ используйте блант оружие то есть тупое оружие и используйте магические missiles и lighting bolt заклинание надо заклинание значит получается переписывать так что все повисло все повисло действительно досбокс 75 процентов рейм скип я хочу уменьшить кстати его до 50 например 65 пусть будет потому что чтобы они тут не спавнились мне знаете как как это было во втором бихолдере все окей работает мы сейчас еще раз сохранимся все все повисло просто ах уж этот досбокс как хорошо я экран хватаю они реально все повисло что ну куда ты вышла из меню все сейчас им надо игру перезапустить я так смотрю перезапустился все вроде хорошо и шо по собственно потом бену здесь четыре прохода в каждый из которых мы должны будем заходить еще то там делать на счету ну начнем наверное с первого левого до готовы ли мы не знаю говорят блант оружие надо готовить так что петрович давай эту булаву плюс 2 забираешь будешь ей долбить а митя но митя топором будет бить получается по еде да мы в принципе готовы по заклинаниям бух я даже не знаю тут надо подготовиться наверное брейкам защита от зла в радиусе 10 футов я думаю пойдет нам для начала здесь burning hands magic missile есть улучшена идентификация фаерболы хейст есть ускорение lighting bolt есть ice storm страх стена силы это если надо будет отгородиться и и убежать впереди надпись кстати что написано 4 кости вниз покажут путь ну очевидно что надо в 4 подземелья спуститься и там заняться кто-то кричит в подземелье говорит митя митя давай при приготовимся спускаюсь вниз дверь с кнопкой сразу же впереди противники вот это собственно теневые мечи атакуемых очень все быстро происходит выскакиваем наверх они за нами не идут клирический свиток проираю вот и чудовище собственно подходит удар на 21 митя сразу же получил удар отступили где она тут двери заперты надо запереть все что здесь написано на рунах написано молитесь за мертвых здесь действительно куча мертвых они нападают уже на нас атакуем их все лагает слушайте нехорошо ну я я вот наверх вниз наверх вниз пытаюсь их сражать здесь еще что-то я боюсь сбоку они выходят открыт отпирают двери давайте сражаемся с ними машет мечом попадает памяти так здесь еще открылись двери в больших количествах горящие руки сейчас пойдут горящие руки не прошли здесь еще один сбоку пытаемся выйти magic missile остается фаерболл не засла давай хейсту какую-то чтобы мы были ускорены здесь надо здесь надо залечить наверное митю 75 кп кстати маловато петрович давай-ка ты свое клирическое заклинание сделаешь игра так лагает что такое lay of hands петрович наложит руки на митю и ему хорошо залечит все хорошо готовыми мы еще можем изгонять кстати андедов я думаю тут надо lighting bolt какой-то можно засылать или magic missile если там будет я чудишь боюсь больше заходим закрываем двери проклятые идем вперед закрываем проклятые двери чтобы нас в ловушку не загнали закрываем проклятые двери и вот они выходят ну давай сражаемся удар сзади кто-то естественно надо заднего лупить magic missile пошел 1 работали 2 работали отступаем вот отсюда он вышел надо с этими дверями определиться потому что они нападают серьезно на нас еще magic missile летит он получает замахивается мы я пытаюсь атаковать он готов крики слышны двери заперты еще выходит противник получает еще получает что здесь у нас ага могила они отсюда вылазят говорит митя и мы закрываем эту могилу впереди проход вроде бы чисто все можно вернуться назад и сохраниться звуки очень неприятные сохраняем игру томб один я думаю да ничего страшного не произошло кажись перед тем как я тут буду очень аккуратно пытаться играть давайте действительно посмотрим ничего страшного не произошло по параметрам нашим если они слабость нашлют на наших парней то как бы действительно ничего страшного после отдыха можно будет восстановиться что впереди впереди еще один на теневой меч получает еще получает и мы продвигаемся дальше а здесь они еще вылазят но надо вот эти вот могилы закрывать чтобы они не вылазили еще раз я проверяю основной проход все хорошо тут больше никто двери тут кто-то отпер двери запираем молитесь мертвым говорят но давайте попробуем зайти в первую дверь молитесь мертвым саладенко говорит нас заманили в ловушку мы должны что-то сделать чтобы отсюда выйти но поскольку там был было написано молитесь мертвым то это тут понятно что надо prayer зачитать только теперь надо понять куда нам на west о чудовище выходит плохо дело потому что она впереди и сзади еще кто-то завалили чудовище сзади целая группировка до нас выскакивает lighting ball давай засылаем lighting ball пошел атакую их всех их очень много митя сильно получил сражение происходит невероятно кликаем все мы под хейстой потому что сзади еще один негодяй я не понимаю где я еще чудовище выходит нам конец по моему тут сейчас будет надо сейчас хакать его хорошо петрович на 9 пробивает митя на 2 вообще не наносит ему урона я не понимаю где мы молитесь мертвым мы с параллельной стороны какой-то выскочили отсюда надо сваливать но мы сейчас сразимся с чудовищем выйдем отдохнем наверное чудовище уже замахнулась у куничкиной 18 хп опасная боевая ситуация очень чудище готово ох тут лежит бутылка сразу пьешь без разговоров что происходит какое-то заклинание закончилась еда берешь себе свиток воскресить мертвого поможет всем кроме 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 крестины у нас куда-то перевернуло в другой конец зала судя по всему я хочу эту дверь запереть молитесь мертвым и мы выйдем через вот этот коридор в основной коридор мы вышли мы преодолели эту ловушку и теперь мы выйдем отдохнем потому что мне страшно господи вышли отдохнуть фух смотрим что там нам сделали 6 сила параметры вроде бы тесте самые остались 18 18 но нормально первый бой первый блинкомом говорят да давайте отдыхаем все восстанавливаю закли надо было переписать фаербол и тут не пойдут кристина твои все остальные заклинания зато пойдут значит что нам надо сделать нам надо ворваться туда ловушка была вот здесь очевидно мы когда сюда зашли ту нас перебросило сюда и вот здесь я наверное забрал вот эти позиции что нам здесь нужно сделать мы заходим на вот этой позиции я закрыл гроб здесь 47 это нападает кажись вот этот андет бист 46 46 еще андет бисты мы тусуемся куда-то вот сюда и на вот этой позиции что-то делаем потом мы тусуемся куда-то сюда и здесь что-то делаем вот то что подсвечено 18 21 это следующий уже проход и мы должны четыре там штампала прожать тогда откроется путь дальше да заходим сюда обратно ну игра виснет капец просто какой-то вот проблемы с записью этой игры потому что тут я ничего не реально зависла она реально повисла досбокс циклы 50 процентов сумме система перезапускать поиграю поиграно ну тут надо стопать запись получается опять игру перезапускать я же не сохранился даже придется это все повторить этот невероятный заход собственно сюда да отбираю дверь и оказываемся в ловушке кастуем prayer смотрим куда нам выходить на west с правильной стороны тут противники всех убиваем пачками митю убивают кстати митя получает сильно до вышли на меня просто толпой сейчас игра работает стопроцентно митя ослабел чуть-чуть петрович ослабел и видите как они быстро набегают и даже ничего не успеваешь сделать впереди еще чудища андет идет magic missile летит он зарезистил 5 4 сзади кто-то атакует если это андет чудовище то нам конец просто пытаюсь его сражать отступаю конечно же это оно у кристина 9 хп остается сражаемся 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 не попадаем завалили хорошо еще одно господи это боже мой я надеюсь чудище хотя бы конечный сзади кто-то кристине капец если это чудище андета кристи не капец надо убить сначала его кристина в отключке сзади рыцарь всего лишь был машет своим мечиком и ничего не может сделать ну как ничего не может сделать хорошенько нам накидал выходим в параллельную сторону я же не забрал еще важные вещи да ну тут сейчас не до важных вещей сейчас нужно вылечить кристина 10 хп у нее остается дай вылечить митю надо тут еще выходят парни парни получают надеюсь они не вечно будут идти на нас потому что если сбоку меня обойдут то просто конец я вышел наверх тут сейчас надо сохраняться и выходить я вот не знаю в этот ран я не запомнил мы сделали закрыли ли мы уметь и сила 17 упала у петровича сила 17 да тут надо отдыхать я когда тест этой игры делал тут я играл на 50 процентов циклов сейчас она на 100 процентов циклов но и она лагает почему-то может это от записи на запись не должна влиять потому что я хватаю экран break camp наш проблема будет записью этой игры петрович сила восстановилась 18 18 да все хорошо возвращаемся в проклятое в проклятую томбу первый уровень пройти не можем просто какой-то капец сейчас шок оставать burning hands у тебя готовы от негативного плана на митю далее кастуешь prayer сразу на всех чтобы мы лучше просто били ну и здесь кастуем хейсту какую-то врываемся туда мы готовы lighting bolt пока что-то не нужно запираем проклятые двери здесь закрыто хорошо тут мы сделали но теневые воины все равно нападают получают значит где я где-то здесь тут два прохода а здесь еще надо запереть сделали но теперь мы выходим в основной коридор в котором произойдут невероятные вещи просто а именно я заблудился вот что произойдет кто-то кричит мне страшно говорит солодонько соберись солодонько говорит петрович мы тут должны со всем справиться мы поняли где мы есть сейчас надо по карте посмотреть значит я зашел сюда здесь закрыл здесь закрыл если я здесь прохожу понятно если я прохожу вот здесь вот здесь вот здесь я выхожу в комнату с припасами потом мы идем на эту позицию все предельно ясно это самая первая комната пошли иду вперед и слышу опять такие чудища которые где-то здесь присутствует здесь тупик спокойно мы должны готовы сражать такие чудища тут скелеты андеды теневые мечи ничего нам не сделают этот получает главное чтоб чудище какое-то сзади не напало мы их сражаем очень ловко это параллельный коридор вот и коридор с едой хп сюда свиток сюда еду сюда наверное кристина забирает потому что кстати скоро есть надо будет и надо сохраниться опять таки очень неприятные звуки происходят в тамбе значит где мы мы на позиции 11 теперь по коридору наверх и первый поворот налево это будет позиция 4 а дальше а дальше надо будет возвращаться на юг и заворачивать идем на север не убоясь зла первая позиция открываем дверь тут дыра какая-то прыгать ли в дыру а прыгаем в дыру немножко получаем урона и тут летят фаерболы мы в ловушке очевидно это позиция вот это значит здесь отсюда 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 вылетают фаерболы мне нужно прожать кнопку которая вот здесь которая остановит эти все фаерболы что нам нужно здесь нужна какая-то защита наверное от огня минимальная причем на крестину я пошел фаербол дал по партии по моему все получили опа священный ключ подобран я возьму его себе говорит солотно ловушка преодолена однако здесь волшебная стена появилась не это не стена это телепорт всего лишь но партия сильно пробита поэтому надо всех лечить сейчас так петрович тебе придется ты не поверишь тоже лечить хорошо иметь двух небольших хиллеров партия лев хэнд очень хорошо работает лайт вунс сюда light вунс давайте кем-то серьезным serious вонс вот сюда блесс еще есть петрович на кастуешь лишним не будет ну и петровича надо залечить критикал вунс сюда более менее живем сейчас надо накастовать защиту от негативного плана действительно я думаю чтобы нам еще не сделали и прыгать в телепорт который нас выведет непонятно на какую позицию он нас выводит судя по всему на позицию с длинным коридором мы готовы продвигаться дальше и поворачивать вот здесь и что же нас встретит впереди ха 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 кто-то смеется тут надо применять священный ключ обождите спешить потому что нужно здесь смотреть судя по всему чудище больше не спавнятся это хорошие новости для нашей партии говорит салуденко и применяет ключ подожди применять ключ можем митя сможет как ему множество замков это этой нужен именно ключ говорит митя тут ничего не могу сделать отпираю дверь ой тут выходят мальчики отряд мальчиков зайчиков которые получают мечами что хочется сказать про бихолдер сразу про третий он сделан невест в даме он сделан именно strategic simulations которая делала данжен хак поэтому с одной стороны это хорошо потому что без теории нам уже будет знаком но с другой стороны движок хуже это другой движок вот и поэтому он плохо плохо работает однако здесь лежит кинжал и все и кто-то кричит жал надо бы опознать чтобы он не был проклятый а давай этот сюда этот сюда это кинжал плюс 3 великолепное оружие теперь у полный пояс у кристины заряженное оружием мы все видели это за километр говорит митя и открывает секретную стену в который плита на которой кто-то из наших кстати читает и руны и написано флар капитан миф дра нора рефью 100 сэп дефит погиб судя по всему да это ему посвящено я опускаю рычаг вниз и что-то должно произойти а что именно мы узнаем когда выйдем отсюда приготовить заклинание лайтинг болта потому что сейчас ожидает нас наверное так просто отсюда не выпустят куда мне идти попробуй сориентироваться по этой карте проклятой обойдем через этот коридор кто-то кричит кто-то кричит и нам становится страшно это тупиковый коридор это что за дверь это опять яма господи это мы ошиблись конечно упал в эту яму мы должны выходить сейчас вот мы выходим и все и зачищено здесь больше но я слышу что еще противники лазают возможно они лазают за стенами но здесь действительно зачищено отлично первую первый данж мы преодолели вышли фух зашли вышли говорит митя лучшая работа в мире выходим в лес отдыхать так неплохо а по я еще пытаюсь ориентироваться по карте кстати я прошу сразу прощение у зрителей у которых по какой-то причине возможно еще квадратные мониторы но единственный способ был нормально растянуть вот эти карты и игру и захватить это сделать нестандартное разрешение 1300 на 720 так что ну посмотрим кстати как она запишется потому что не ясно что нас ожидает дальше нас ожидает дальше проход номер два именно сюда давайте его осмотрим надо подготовиться заходим деремся тут 12 какая-то штука будет дальше идем дверь открываем тут еще драка идем сюда здесь что-то будет происходить секретная стена проходим тут еще секретная стена все вроде бы прозаично но какой-то про защиту от зла надо приготовить наверное какую-то христу не знаю какой-то провер наверное еще раз сохранить игру на tomb 1 и ворваться туда а сразу же драка да но здесь не будет проблема потому что тут уже коридор такой что можно мансить они получают этот хотел ударить готов придешь это лежит бутылка силы гиганта это мне говорит митя потому что я силен как гигант митя ну давай посмотрим насколько ты силен потому что следующие андеты выходят в приличных количествах митя кстати получил тут моих мансим например впереди дверь открыта пытаюсь смотреть на карту и впереди проход который ведет должна быть секретная стена судя по всему но ее нет или она уже открыта подождите не тут ничего нету мы просто прошли в дверь мы идем сейчас вперед а тут что-то нехорошее мы знаем как преодолевать такие ловушки ага тут у нас это ловушка с шипами которая уничтожит партию когда партия туда ворвется тут надо сохраниться обязательно потому что это очень опасный момент наших приключениях головы вверх кричат там рычаг судя по всему вот это стена с шипами а не 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 стена с колючками мне нужно развернуться и рычаг там повернуть не знаю я нажал эту ловушку мы преодолели это было очень опасно говорит кристина тут надо сохраниться опять-таки потому что на каждом шагу нас поджидают какие-то неприятности говорит митя особенно впереди за дверью которую мы сейчас откроем ха-ха-ха-ха раздается крик кто там у нас обычный коридор но я слышу костяных воинов здесь дверь и здесь невероятный секрет ливер застрял митя сила есть ума не надо можно ржавый ливер использовать воровские инструменты а еще если он застрял я знаю что можно сил сильным персонажем это прожать но у меня сила 1800 понимаете так что лучше чтобы видите вор понадобился все-таки далее открываем дверь но и тут у нас судя по всему нападение во первых которое будет пресечено незамедлительно много их выходит достаточно нас сейчас не загнать себя в угол важно давайте сражаемся отступаем тут можно замансить чуть-чуть этот готов еще раз сохранимся я боюсь главное чтобы сзади кто-то не напал если сзади кто-то нападает это это беда просто они скри буршат тут значит ну тут очевидно будет ловушка какая-то да нет ловушка мы избежали возможно тем рычагом который был сзади что здесь у нас заход в комнату позиция 18 и опять куча теневых мечей нападают на нас андет чуть чудище залазит непонятно где она его нельзя запустить в тыл кричит митя но все подземелья вот она она получает мы отступаем как она подбит пробила по крестине 11 хп оставляет наши чередейки мы промахиваемся мы отступаем она заходит сюда мы промахиваемся мы попадаем готова ключ выпадает священный сюда говорит солуденько залечи меня солуденько незамедлительно кричит и кристина отлично завлечили петрович wave hands давай на митю кристина не полная хп я видел еще одно чудище вот она все атакуют и тут еще скелетон и чудище ударили надо его сразить нормально тащим вполне себя сохранимся еще у нас будет за той дверью надо карту посмотри да давай на 1 2 3 господи за проклятой дверью позиция 16 17 11 там три двери три прохода три двери у меня на карте нарисовано что там проход более широкий я не могу понять в чем проблема у меня вот здесь вот смотрите на карте проход более широкий то есть такой и 33 двери нас ожидают а здесь проход на самом деле не такой уж и широкий уж я попал куда-то в другое место это то это тогда проблемы у нас памяти попал нормально три двери так и есть кто-то кричит что-то происходит вы когда берете свиток то взрывается это ловушка была мы получили все тут капитально давай сражаться сейчас вторая дверь палка лежит палка стены силы хорошо могут быть ловушки и здесь в комнате лирический свиток воскресите мертвых петрович возьмет по уши но в хилинг и еда еще кстати еды надо бы перекусить но в этом подземелье очень не хочется перекусывать здесь мы закончили судя по всему секретных стен я не вижу и мы должны продвигаться но мне хотелось бы тут ключ надо применять мы тут всех зачистили мне хотелось бы попробовать отдохнуть действительно и у нас это получается главное чтоб сейчас на нашу партию никто не напал потому что то буду беда вроде все чисто использовать заклинание защита от зла хайста и опять заклинание не перед не переписал блэс не блэс тут не пойдет петрович ты меня извини тут нужен про и все таки чтобы мы лучше попадали применяем ключ заходим туда конечно же что там у нас сразу секретная стена впереди спирит full of unrest духе полный негодование то есть они не отдохнувшие покидаем это проклятое место говорит митя второй рычаг мы прожали вот этот рычаг очевидно вот эту ловушку успокаивал а здесь ловушка но вот эта классическая 15 по 15 c нас бы перекидывала с одного на другой я думаю так неплохо нам кстати фаерболом прилетела пока что митя откуда ты об всем этому знаешь говорит кристина я потому что расшифровал карты перед тем как идти в это высокоуровневое приключение потому что она действительно полно опасностей и ловушек так куда нам выходить противники не появляются это не может не радовать но это первые уровни только потом я боюсь спауна только фух неплохо четыре кости вниз покажут путь я думаю мы выйдем в лес все-таки сделаем еще одно сохранение контрольная и на этом закончим первую серию третьей части бихолдера рекорд рекорд будет называться потому что у меня буквочки перебинжены глаз бихолдера третья часть штурма миф дра нора некоторые технические трудности у нас записью но я прошу прощения за это мы это все починим я может быть попробую чуть-чуть поиграть не без записи но я не думаю я пишу и хватаю кран не должно быть проблем с ори еще раз за такое растянутое видео но мне об шоп карты хотя бы видеть но потому что они очень еще непонятно понимаете и я судя по всему клюкбук клюкбук буду вроде бы почитывать потому что тут будет сложно действительно я хочу быть готов и я не хочу чтобы это у нас затягивалась потому что игра обещает быть сложной она реально плохо работает у меня есть вариант конечно чистый досбокс поставить достать чистую игру в финального патча и через его пускать но здесь в гоговской версии вот for good and realms архив здесь все запаковано и здесь все готово то есть я не думаю что надо сильно заморачиваться с этим значит мы попали в миф дренор кстати говорит кристина знаешь ли ты сулоденко что такое миф дренор ну я что-то слышала что это это не когда был великий город эльфов и потом что-то случилось в нем да андены напали вот история миф дренора в мануале прописано огромный текст просто настоящая сказка там большая фэнтезина и он надо бы конечно будет прочитать я тоже этим займусь сейчас я скреплю эти кусочки серии посмотрю как она все записалось и в следующей серии наша партия отважных искателей приключений напомним тут опять игра повисла я не шучу она реально повисла я ничего не делал пожалуйста что происходит это я мышью двигаю ничего не происходит висяки у нас какие-то петрович в общем паладин хуман митя дворф воин вор которого умение вора уже пригодились наконец-то за эту трилогию бихолдера солденко священник стала полуэльфом кстати полу кровка и кристина эльф таинственный чародей наша партия будет продолжать приключения в мифе дренора и будет разбираться здесь совсем спасибо всем за внимание наконец-то партийная ролевая игра на канале вы ждали я ждал все останутся довольны в конце концов и мы увидимся конечно же космическая макака мастер подземелий воодушевлен и готов продвигаться до свидания макака 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 мак